Ну и так, дорогие мои, мы с вами продолжаем цикл наших лекций и сегодня останавливаемся на одной еще очень важной теме, которая называется «Страсти, их сущность и пути преодоления». Почему эта тема необыкновенно важная? Да потому что каждый из нас в той или иной степени борим страстями, каждый из нас испытывает их негативное воздействие, а с другой стороны, мы часто слышим такие выражения в области искусства, в области поэзии, что страсть – это хорошо, что написано со страстью, сказано со страстью, и если страсти нет, то вроде получается как-то и скучно, и неинтересно. Так вот, давайте все-таки разберемся, что же такое страсть. Ну, прежде всего, я хотел бы очень четко развести и разделить эти два понятия. Когда говорят о страсти в миру и говорят о неком позитивном ее значении, здесь, скорее всего, имеется в виду некая энергия, некий подъем, душевный подъем, когда человек на уровне вот этого энергетичного, душевного подъема, что-то с силой действует, говорит, и вот это считается страстью. Но в святоотеческом понимании страсть – это совсем другое. Страстью в святоотеческом понимании считается, что это злокачественный недуг души. Это пагубный навык, образующийся при многократном ультворении каких-либо порочных влечений. Вот именно порочных влечений. Страсти со временем становятся неотъемной частью человеческой души, входят в привычку, влияют на весь образ жизни человека и даже властвуют им. О гибельности и порабощении таковыми страстями горил еще Господь наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея он сказал, «И если глаз твой соблазняет тебя, выры его и бросит себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную». О чем здесь речь? Призывайте Господь нас к членовредительству, к удалению глаз или руки. И никоим образом это метафорическое выражение, это метафора. Это означает, что страсти становятся такой же неотъемной частью человеческого существа, как его рука и глаз. И если мы от них не избавимся еще в земной нашей жизни, то после смерти они увлекут нас в ад. По словам преподобного Авраамия, страсть не знает предела, но прекращается только тогда, когда убьет того, кто ею одержим. Демоны, падшие духи, бесы, по-всякому способствуют развитию страсти в человеке, а чаще всего лодь его в своей сети приманкой временного удовольствия и наслаждения. Но за все эти удовольствия подобного рода людям, как правило, приходится расплачься душевными, телесными скорбями и болезнями. По словам святителя Иринея Ирбитского, корень в словах страсть и страдания один и тот же. Страстное состояние есть, по сути дела, непрерывное и бесполезное страдание, приходящее за человеком и в вечность, если не успеет до смерти искренне покаяться. Падшие духи настолько сроднились со страстями и греховными пороками, что они находят наслаждение во всех видах греха. Они постоянно пребывают во грехе, переходя от одного греха к другому. Не имея возможности совершить их плотски, телесно, они совершают их мечтание, воображение. При этом они часто используют людей как вещественное орудие для своего услаждения. То есть, соединяясь с человеком, вселяясь в его тело, они его используют как инструмент, через который они услождаются какой-либо страстью. Ну, характерным примером может служить Иуда. Слова Евангелия «вошел сатана в Иуду» не следует понимать так, что Иуда сделался бесноватым в полном смысле этого слова. Святитель Иоанн Богослов говорит, что через страсть и серебролюбие сатана сначала проник в душу ученика. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 6. Потом полнее завладел его сердцем, сказано глава 13, стих 2. И, наконец, вселился в него. Иоанн 13, стих 27. Здесь мы видим яркий пример постепенного владения демоном душой грешника через всеусиливающуюся страсть и серебролюбие. Подобное положение и дало возможность преподобному Иоанну сказать, что страсти – суть демоны. Безусловно, дорогие мои, за каждой страстью стоит мир демонический. И когда человек начинает жить только страстью, греховно услаждаясь ей, она постепенно захватывает все его сознание, целиком полностью его порабощает, как бы поедает, съедает. Ну, может быть, характерный, пусть и несколько гротескный пример – это страсть наркомании. Человек, когда увлекается ею, вначале он принимает, чтобы ощутить какой-то кайф, испытать какое-то удовольствие, необычное состояние, а потом, втягиваясь, он уже не может остановиться. Потом он уже принимает, чтобы не испытывать боли и страданий от состояния ломок и от того состояния, когда он находится без наркотиков. Страсть начинает пожирать его. И чем больше человек принимает наркотика, тем больше страсть пожирает его. Она уничтожает его психические способности, она уничтожает его телесное здоровье, она как рак постепенно охватывает всю его личность, выедая и выжирая его изнутри. Второй пример – пьянство. Ну, как бы человек начинает пить вначале. Вначале, в первой стадии алкоголизма, это не очень заметно, что он как-то меняется. Ну, тянет его к алкоголю, ну, веселее бывает, сбадривается во время принятия напитков алкогольных, или ожидая их. Потом уже тяга выпивки становится постоянной, уже живость появляется только в преддверии пьянки. Потом эта пьянка становится еженедельной, потом несколько раз в неделю, а потом человеку уже ничего не интересует. Уже не интересует его ни карьера, ни жена, ни семья, ни дети. Всю усиливающая страсть пьянки полностью пожирает этого человека. И в конце он думает только об одном – как бы достать, как бы выпить, как бы пережить вот это состояние опьянения, потом выйти из похмелья и опять повторить все вновь. Может быть, он когда-то был и добрым, и хорошим, и позитивным человеком, но постепенно эта страсть, постепенно этот бес, вселяясь в душу человека, выжигает все доброе и хорошее, что было внутри, поселяется там, усиливает эту страсть, человек деградирует и превращается в жалко-алкоголика, бомжа, синяка, тех, которых мы часто видим перед метро. Уже и личность, это образом Божьим, его страшно назвать. Человек, который валяется в своих фекалиях и непонятно, что бормочет, какой там образ Божий? Абразина. Но это гибность человека, который изнутри выл без, завладев его сознанием и хотя его уничтожить, как мы с вами и читали, о чем говорят святые отцы. Давайте рассмотрим основные этапы развития страсти в человеческой личности. Как указывает святой Григорий Синаид, начало и причины страстей есть злоупотребление. Злоупотреблению предшествует склонность склонности движения желательного навыкновения. Источник желания есть прилог. Прилог же от бесов, коим промыслом попускается обнаруживать, каково наше самовластье. То есть, какой наш выбор, к чему мы склоняемся. У нас с вами была отдельная лекция, где мы изучали православную теорию личности, там мы полно говорили о прилогах, через которые демонический мир действует на душу человека. И вот опять мы приходим к этому. Все начинается с мыслей, которые приносят нечистый мир духу, образы, в котором предлагает его сознание. И если человек приепляется, соединяется с ним, он ловится им. И предлагает ему, допустим, демон, некую страсть и некое наслаждение, образ наслаждения. Вот он предлагает ему, допустим, наркотик, и Адалия говорит, вот почувствуй, почувствуй, какое наслаждение у тебя будет, вот что ты испытаешь, как тебе будет хорошо. И человек, как глупая рыба, захватывая крючок щервяком и думая, получить удовольствие от еды, а внутрь получает стальной крючок, который раздирает его внутренности, и также человек, клюнув на эту приматку усложнения, проглатывает бесовский помысел любого характера, серебролюбивого, блудного, пьяного, неважно какого. И через это демон входит в его душу и уже там начинает полновластно действовать. По своему возникновению и функционированию страсть очень тесно связана с привычкой. Тонкие психологи отца Аскеты на основании своего подознают, что опасность страсти не только в том, что она проникла в душу человека, но и в том, что она потом властвует над человеком через привычку, через воспоминание, через бессознание влечения к тому или иному греху, говорит Василий Великий. В святоотеческой литературе нередко используется такое понятие, как навык. Застаревшая душевная страсть или временем утвержденное помышление о грехе с трудом врачуются, если делаются и совершенно неисцельными, когда навыки, как всего чаще случаются, переходят в природу. Так же утверждает Василий Великий. Привычка, навык греховного действия, деструктивный стереотип поведения, вкоренившийся в душе человека и является сутью страсти. По нашему мнению, в антологии развития страсти можно выделить следующие ступени. Ступень первая. Страсти демоны, уловив человека на крючок временного удовольствия, стремятся все больше и больше укрепиться в человеке, управлять им через греховные желания и стремления. То есть, что человек в грехе? Сладость греха. В каждом грехе есть некая сладость, усложжение, обещание некого блаженства. Вот, как бы, подмена суррогат того блаженства и полноты счастья и радости, которые человек получает в Богообщении. Когда этого Богообщения нет, душа пуста и вот здесь есть дьявол как раз и предлагает это усложнение. Ступень вторая. Страсть становится трудноконтролируемой. Со временем человек не контролирует свою страсть, она контролирует человека, побуждая его к дурным поступкам. Ну, тот же пьяница. Вначале человек может выпить по праздникам, допустим, да, по каким-то событиям, а потом не важно, он уже сам ищет событие, ради которого выпить. То есть, не он уже контролирует страсть, она уже контролирует его и подчиняет себе. Ступень третья. При попытках человека отказаться от своей страсти, у него возникают различные болезненные состояния. Страсти демоны, порвотив человеческую душу, без боя не сдают своих позиций. То есть, например, мы знаем, вот курильщик сосет свою, как говорится, соску ядовитую, никотиновую, и вот пытается бросить ее. Ну, вред здоровью, вред душе, вред финансам, вред окружающим. Ну, ни одной пользы от никотина нет, от курения нет, ни одной пользы никому. Пытается бросить и не может. Пытается бросить и боль, и какие-то страдания, и как-то ему не по себе, ему плохо. Вот уже дьявол начинает управлять им и мешать ему, чтобы не смел он бросать то, через чего они имеют на нем власть. Ступень четвертая. Падшие духи всегда вредят физическому, душевному и духовному здоровью человека, подталкивают к отчаянию, стремятся уничтожить его вплоть до самоубийства, желание погубить духовно, а по возможности телесно отличить на характер падших духов. Ну и те люди, которые порабощены страстью уже довольно глубоко, это на себе не раз испытали. У пьяниц, у наркоманов очень часто бывают мысли о суициде, но не только у них. Очень часто многие люди, побав в тяжелые жизненные обстоятельства, если у них нет веры в Бога, упования молитнию, у них вдруг появляются мысли о смерти, нежелание жить, малодушно желание убежать от окружающего мира, от этих событий, это явное указание на то, что до времени на них нашел нечистый дух. Если только человек покончит с собой, его душа принадлежит бесу, он ее забирает, ведет в ад, за это получает орден сатаны, он своего достиг. Поэтому любая мысль о суициде, который приходит человеку, это совершенно четко и ясно, это сильнейшее демоническое воздействие. Тут надо и на молитву вставать, и на испыть бежать, ясно понимаю, что это не от тебя, и не от ситуации, это через страсть, через беса, который ведет эту страсть, сильнейшее духовное падение, желание завладеть душой человека на вечность. Ступень пятая, через действие страстей, падшие духи искажают у человека правильное восприятие жизни. Они стараются поддерживать грешники иллюзии, ложные убеждения, заставляют бездумно прожигать свою жизнь, закручивают жизненную суету. Ну, действительно, человек, которым владела страсть, он уже не может правильно оценить происходящее событие и правильно поступать. Он будет все делать сквозь призму своей страсти. Вот возьмите наркозависимые или алкогозависимые люди, они уже не могут адекватно оценить происходящее событие. У них уже совершенно иные нравственные категории. Нравственные категории добра и зла у людей, пораженных этими недугами, отсутствуют. Для них главный критерий добра это достать, допустим, наркотик, а главный критерий зла его не достать. А каким образом, неважно, можно обмануть, можно украсть, а можно и убить кого-то в конце концов, лишь бы добыть. Все, человек ушел, он находится полностью под влиянием страсти. Он же полностью является бесоводимым. И психическая жизнь ненормальная. Почему все наркоманы, они обязательно патологические лжецы? Они всегда врут, иногда даже сами верят в то, что врут. И даже когда не надо врут. И алкогольки больше части то же самое. Почему? Потому что бес в них живет. А бес лжец и отец лжи. Он не может не лгать. И они лгут, потому что он через них уже действует. Они просто как тряпочка, как скорлупа, в которой живет нечистый дух и просто управляет ими. И через них творит дела зла, разрушая самого человека и разрушая окружающего мир. Ступень шестая. Страсти понуждаются сопротивляться покаянию, молитве, посту, участию в богослужении. Предлагают человеку перекладить ответственность за содеянную себя на других, искать оправдания своей порочной жизни. Ну действительно, вы наверное по личному опыту знаете, что попробуй привести человека в состоянии запоя, пьянки, даже когда он из него выйдет в церковь на молитву, на покаяние или наркозависимо туда же и застать его ходить в церковь. Видите, что он или не пойдет, или убежит, или не дойдет, значит, просто будет все ломать, выбрасывать и выгонять. Ну бес, который в нем, он не терпит этого. Ну как, идет молитва, ждет его, лучами благодати Божьему больно. Значит, что надо сделать? Сбежать. И вообще, человек, который закоренел в грехе, им очень тяжело дойти до церкви. Очень тяжело. Он зачастую под разными предлогами будет туда не идти, выдумывать, то церковь плакая, то попы жадные, то, значит, патриарх не тот, то благодати в этой церкви нету, в другую я пошел, в это никак не могу. Но нет благодати, да? Все, что угодно, лишь бы не пойти. Но не он это уже говорит, через него бес, он просто и если действительно за того человека не будут молиться, если действительно чье-то доброе усилие не приведет его в храм, вот возьмут за руку и притащат, и при этом вначале помолятся как следует, он не сможет войти в храм. Вот как, это касается и сектантов любых мастей. Очень часто, я знаю, последний Порфирий Иванова, значит, они просто не могут войти в храм и вообще не могли крестить своих детей. Вот мы договаривались, в такое-то время приезжайте, я жду, буду крестить их. Не приезжают. В чем дело? У ребенка температура 40 в этот момент, ему плохо, чуть ли не скорую вызывает, время крещения прошло, температура нормальная, ребенок прыгает веселый, все нормально. Опять время крещения, то самое повторяется. Совершенно четко и вясно видно, как демоническая сила просто не дает, не пускает, человек ей принадлежит. Настолько он погрузился в море греха и в море страстей. А что может помочь человеку на этом этапе? Вот здесь нужна ему помощь близких. Вот вспомните в евангельскую историю, когда человека парализованного, его друзья взяли, прокопали крышу и на веревках спустили к ногам Иисуса. Было не подойти, везде был народ. И вот он, видя веру людей, которые его принесли, видя их труд, исцелил болящего. Вот друзья помогли, да? Вот тут тоже таким людям могут помочь только друзья. Ну как? Они, люди, парализованы духовно. Они не могут сами не прийти, ничего сделать и даже могут иногда раздражаться на слово Бог, молитва, церковь. Их просто из себя будет вводить. Что могут сделать ближние? Вымолить. начать читать Евангелие такого человека, начать читать Псалтирь, подавать милостыню. Если он крещеный, подавать записочки в церкви, добрые дела в память о нем делать. И вот это все будет ослаблять бесовскую власть над человеком и может дать им возможность вырваться из этих оков сатаны и войти хотя бы, приблизиться к церкви. Потому что в таком уже состоянии шестой ступени человек уже сам это сделать не сможет. Ну и ступень седьмая, она отчасти уже отражает то, что с вами говорили. Они страсти мешают человеку обрести истинную веру, высший смысл своего бытия, очищать душу от грехов и страстей, бороться с пагубными лечениями. И действительно, как мы исследовали, все сто процентов наркоманов, которые приходили к нам на лечение, у всех отсутствует смысл жизни. Не понимают, зачем живут, куда идут, что делают. Полное отсутствие, полное понимание. Полное отсутствие этого понимания. Это касается и любых других страстей. Человек, который погружен в страсть, у него смысл жизни это получать довольствие из-за страсти. Все. Остальное для него уже не существует. Она его поглотила, но съела. Когда страсть сформировалась, то избавиться от нее намного труднее и сложнее, чем сам начальник зарождения. По словам преподобного Макария Египетского, подобно тому, как неприятель старается захватить хотя бы небольшой участок на противоположном берегу, так и для страстей главное, чтобы внедрить хотя бы какую-нибудь из них. С какой страстью человек не борется мужественно, не протеется ей всеми мерами и услаждается ею, та привлекает его и держит как бы узами какими, и он согбенный, не может возвести мысли к Богу и служить Ему Единому. Это вызвано отчасти тем, что в теле, психике и душе человека при укорении страсти, как мы уже упоминали, происходят пагубные изменения. Нужно заметить, что бесы часто передают порабощенных ими людей друг другу, вследствие чего человек горящий в огне одной страсти может оставить ее и увлечься иной, еще худшей. Например, чревоугодник может перестаться услаждаться едой ради блуда, гордец отказаться от блуда ради удовлетворения своей гордыни и тщеславия и так далее. Как пишет святой Иоанн Златоуст, страсти держатся одну за другую, как звенья одной цепи. То есть невозможно окончательно избавиться от какой-либо страсти, не порвав и со всеми другими. Вот посмотрите, например, человек желает избавиться от той же наркомании или того же алкоголизма, но при этом он находится в блудной страсти. Блудит. Их какие бы он усилия не принимал, чтобы бросить свою страсть к наркомании, он ее не может бросить, потому что он живет в смертном грехе. И та страсть владеет им душой и не дает ему полностью освободиться от страсти наркомании. Все страсти взаимосвязаны. Невозможно оставить душе какую-либо страсть, а при этом освободиться от другой, явной. Вот тоже вопрос о алкоголизме. Часто люди пытались избавиться от алкоголизма, а оказалось, что при этом они занимались различными оккультными вещами. Кто астрологией увлекался, кто экстрасенсорикой раньше, а кто может бабки ходил, или детки, заговаривал, наговаривал. И вот через это бес имел вход в их душу, управлял ими. И вот пока они не прошли чин отречения от оккультизма и навсегда не расстались с этими зловредными как говорится оккультными привычками, навыками, то они не могли и выйти из алкоголизма. То есть существует прямая связь всех страстей. Поэтому если хочешь освободиться от страсти, а значит от бесов, ты должен отказаться от всех страстей. От всех страстей. Невозможно одну любимую свинью оставить в своей душе, допустим там серебролюбие гордыни Лечеславия, а с остальными бороться, думать, что ты прям святой. Значит нет, и все будут жить в тебе и обязательно проявятся в свое время. То есть невозможно окончательно от них избавиться. Все страсти исходят из чего? Из самоугодия, самолюбия и эгоизма и на них держатся. Таким образом корнем всех страстей является самость, эгоцентричность человека, желание жить не ради Бога, не ради не по закону жертной любви, а ради удовольствия и наслаждения. Вот корень всех страстей. Как утверждает архимандрит Рафаил, один из лучших духовников нашего времени, наслаждение это суррогат счастья, демоническая подделка, признанная подменить собою потерянную человеком духовную радость. Она оканчивается тягостным чувством внутренней опустошенности, и при этом чем интенсивнее было само наслаждение, тем сильнее будет ощущение последующей потери. За эмоциональным подъемом пережитой душой следует некий провал в душе, как бы тень смерти. это самый верный знак того, что наслаждение улучает человека от Бога источника жизни. Но в этом понимании эта мысль выразилась в так называемой теории маятника, которая гласит, чем сильнее маятник очнется в одну сторону, тем сильнее он отлетит в другую. То есть чем сильнее была эмоциональная радость, тем сильнее несколько позже будет негативное переживание. Это действительно так, потому что чисто кровяное эмоциональное возбуждение, лежащее в основе плотской страсти и часто сопровождающей удовлетворение страсти, неизменно заканчивается душевной опустошенностью и депрессивными переживаниями. В силу искупительных заслуг Иисуса Христа человек может побеждать дьявола и свои страсти. Особенно тот, кто распинается Христу, со своими страстями и похотями. Только посредством страстей и греха бесы льну к душе. Она пока в грехе ослеплена ими. То есть, пока в человеке есть страсти, есть греховные наклонности, желания, через это бесы управляют человеком, как марионеткой. дергия за ниточки страстей, за греховные скотлечения, они управляют его сознанием, настроением, а как только человек от этого освобождается, то рычаги воздействия на душу отсекаются, и он становится свободен от бесовского воздействия. Святитель Григорий Низкий говорит, «Когда естество наше впало в грех, наше падение Бог не оставил своим промыслом, но в помощь жизни каждого поставляет некого ангела из приявших бесплотное естество. Но с противной стороны растлитель естества ухищряется на то же посредством некого лукавого и злотворного демона, который бы вредил человеческой душе. Человек же, находясь среди ангела и демона, сам собою делает одного сильнее другого, свободной волею выбирая учителя из двух. Добрый ангел предуказывает помыслам блага добродетели, а другой показывает вещественное удовольствие, от которых нет никакой надежды на благо». Дорогие мои, это очень важные слова святого отца. А кто такой святой, а тот, в котором живет Святой Дух, который этим Святым Духом знает и настоящее и будущее, и видит корень вещей, и видит истину. И вот Святой Духом Святым говорит, каждому человеку от рождения представлен как ангел-хранитель, который получает особую силу помогать человека во время, после его крещения, так и бес-искуситель. И человек выбирает, с кем он, в каждой своем мысли, в каждом своем действии. Или он делает сильным ангела-хранителя и несет свет в этот мир, или он впускает в себя дьявола и несет в мир разрушения, проводя демоническую волю. Среднего пути нет. Давайте рассмотрим характер страстей и их психологический аспект. Страсть имеет как внутреннюю, так и внешнюю обусловленность и носит телесно-душевно-духовный характер. Ну, поскольку человек дух, душа и тело, то и страсть, естественно, воздействует на всю человеческую личность, на все его составляющие его личности. Кроме того, для религиозно-психологического анализа страстей особенно важно, что даже самые, по-видимому, телесные страсти при ближайшем рассмотрении, суть, выражаясь в иском науке, психофизические. То есть, при анализе любых видов страстей нельзя забывать их внутреннюю психологическую составляющую. Это касается даже таких страстей, как греха чреугодия, объедения, о котором мы с вами поговорим позже. Каковы основные причины страстей, но по своим источникам они могут быть разделены на две группы. Во-первых, связанные с телом, а во-вторых, с душой, то есть внутренние и внешние. Внешние связаны с телесными чувствами, а внутренние с сердцем. Некоторые утверждают, что страсти входят от помыслов сердца, а другие, напротив, утверждают, что худые помыслы рождают сочувств телесных, говорит святой Иоанн Лестничник в своей известной книге «Лестница». Кроме того, одну из причин возникновения страстей традиционно связывает, как мы уже говорили, с воздействием падших ангелов. «Борьбя со страстями и греховными навыками, припование только на свои силы, конечно же, дело бесполезное». «Истребить из собственной плоти нечистое вожделение, это есть больше, нежели изгнать нечистых духов из чужих тел», пишет преподобный Иоанн Кассиан. То есть самим своими силами нам страсти и греховные навыки не преодолеть. Но вся практика христианской аскетики доказала, что это возможно при помощи Божьим и при постоянном человеческом усилии. Вот две составляющих. Человек хочет и трудится, а второе благодать Божья помогает. Вот тогда человек может победить воздействие демоническое, освободиться от него и быть свободным от страстей. Ну, говоря о происхождении страстей, нельзя обойти такое понятие, как тимос. Единое внутреннее чувство души, тимос, является как бы основом чувствительности и реактивности. Это энергетический аспект, если хотите, сила, энергия души. Тимос, в переводе с греческого, означает горю, страстно стремлюсь, пламенею. Тимос, это напряжение, напряженность духовной энергии. Сила души по святому Исааку Сирена проявляется в природной ревности и усердии. Единое внутреннее чувство любви к Богу и добру было свойство человеку от сотворения, но в результате грехопадения вот единое чувство и ревность к добру распалось на две части. Одно на чувство удовлетворения и наслаждения и на чувство страдания. С одной стороны мы с вами падшим человеческим страстом с наслаждением, а вторым делаем все, чтобы избежать страданий. Первое чувство стало основой для всех страстей, то есть наслаждения, и увлекло к своему падению другую силу души, волю. А второе чувство страдания стало субстратом гнева, печали, тоски и страха. Эмоции сами по себе чувства, как полагали святые отцы, в высшей степени важны. Они незаменимый помощник ума, разума в деле осуществления человека его высшим предназначением. По святой отеческому учению господство разумной способности человека над волей и чувством возможно только при посредстве силы. Вот это тимос, рвение, горение, страстного стремления. Разум только благодаря этой силе пишет один исследователь Зарин имеет реальную возможность сообщать душе ту напряженность энергии, которая обеспечивает непрерывность возрастания добродетели, стойкость в борьбе со злом, хотя бы зло коренилось в глубине природы человека. По образу Василия Великого тимос является как бы нервом души, сообщая всем силу для неослабного утверждения в добрых делах. Но когда человек склоняется к делам зла, то эта энергия души тимос обращается к злу и к попытке удовлетвориться в разном вида страстях. душевная сила тимос выражая устойчивое возбужденное напряженное состояние бодрости человека духа сама по себе безгрешна. Но приложить ее человек может или к добру или к злу. Мы с вами знаем, что человек когда обладаем какой-то страстью он может совершить множество энергичных действий чтобы добиться ее исполнения. Знаете, в народном сознании появилась такая поговорка что бешеные собаки и семь верст не крюк. И действительно что человек когда обладает какой-то страстью вот надо ему наркотик получить или надо ему алкоголь достать. Он будет весь день бегать стараться стремиться прилагать всевозможные усилия чтобы только ее исполнить. Откуда спрашивается сила откуда жизненная энергия. Вот умирал человек а вдруг запахло выпивкой так энергия забрызгала с ним. Это все сила души энергия которая дана человека для борьбы со злом для ревности о Боге она вся как раз и употребляется на удовлетворение страсти. теперь теперь давайте с вами рассмотрим основные виды страстей но святотеческой традиции чаще всего говорят о восьми основных страстях так преподобный Григорий Синаид пишет есть восемь начальственных страстей три главных черевоугодие серебролюбие и тщеславие и пять подчиненным их блуд гнев печаль ленность гордость три из них называются плотскими это черевоугодие блуд и серебролюбие поскольку действует в теле человека а последующие пять гнев печаль уныние тщеславие гордость душевными так относятся в основном к человеческой душе и хотя в человеке действует намного больше разных страстей но все эти страсти являются производами из этих основных восьми страстей вот давайте их внимательно с вами рассмотрим ну первая страсть которая всем понятна это черевоугодие ну из названия этой страсти совершенно ясно что суть ее в угождении тираническим требованиям желудка ну насколько распространяется страсть в мире можно судить по огромному количеству огромных кулинарных книг рецептов и различных способов приготовления пищи практически всех народов мира казалось бы ничего плохого в хорошем и разнообразном питании но если бы человек всегда управлял столько еды сколько ему необходимо для поддержания сил то ничего плохого в этом не было и греха бы не было но дело в том что в падшем своем состоянии человек утратил контроль над своим желудком и уже не разом и здравый смысл подсказывает ему сколько нужно съесть а желудок страсть объедения и страсть удовольствия от услождаемой пищи приказывает ему бегать и выискивать ее и таким образом человек становится рабом своему желудка и преподобный Иоанн Лесич пишет об этой страсти так с чреугодия есть притворство чрева потому что оно и будучи насыщенно вопиет мало будучи наполнено и расседаясь от излишества взывает алчу в чреугодии есть изобретатель приправ источник сластей упразднил ли ты одну жилу его оно перетекает в другую загородил ли ты и сию иною прорывается долевая тебя в чреугодии есть прельщение очей вмещаем в меру оно подстригает нас все поглотить разумом ну характерный пример новогодний праздник вот когда стол ломится от еды и люди действительно стараются так готовят как будто они не ели целый месяц и в один день стараются поглотить огромное количество пищи выпить огромное количество разнообразных напитков в том числе алкогольных и в этом видят праздник и уже человек говорит ох не могу ох не буду и ох ну ладно ну вот это очень вкусно еще еще значит съест а потом значит кто страдает от болезни желудка у кого там кишечник не работает и так далее и тому подобное ну в этих словах и аналистика очень проскалит важный момент чреугодия изобретатель приправ источник сластей ава дровей пишет о двух видах чреугодия но первый когда человек ищет приятности пищи и не всегда хочет есть много но желает вкусного и случается что иковой когда вкушает яство которое ему нравится до того побеждает с их приятным вкусом что держит с ней во рту долго жует ее по причине приятного вкуса и не решается проглотить ее это называется гортанобесие ну мы с вами знаем что можем мало есть но хотим всегда вкусненького сладенького значит икры какой-нибудь бутербродик или какой-нибудь вкусный тортик или шоколадочку какую-нибудь вкусненькую а у некоторых людей доходит до того что они готовы ехать в иную страну совершенно совершать длительный путь чтобы попробовать какое-то необычное яство которое до этого не пробовал вот это называется гортанобесие а и новый борет многоедение и он не желает хороших снедий и не заботится о вкусе их но хорошо ли они или нет он хочет только есть не разбирая каковы они он заботится только о том чтобы наполнить свое чрево это значит чрево бесие но это тоже встречается во время великого поста что вот вроде бы и нельзя есть таких вкусных мясных молочных блюд но тогда человек берет количество можно той же картошки съесть столько что потом лежать со вздувшимся животом и охоти страдать значит ну вроде все постно ну уж очень много поэтому конечно же мы должны видеть две стороны этой страсти да и бороться с той другой и не позволять ей управлять нами человек ест чтобы жить а не живет для того чтобы есть вот к сожалению некоторых людей скатите понятия меняются местами преподобный Симеон Новый Богослов например писал кто желает многих разных яств тот чревоугодник даже если ест один хлеб и пьет только воду по причине одной бедности а святитель Игнатий Бринчанинов прямо называл пьянство сильнейшим и обильнейшим выражением чревоугодия вот смотри дорогие мои пьянство относится как раз к чревоугодию ну как же с ним бороться главный способ борьбы с чревоугодиями среди отцы называют пост и память смертную как свидетельствует преподобный Иоанн Лесточник живая память смерти пресекает невоздержание в пище ну действительно если мы с вами знаем что рано или поздно а может быть завтра мы умрем и тело наше сгниет и будет съедено само червями ну и стоит ли так о нем заботиться и стоит ли так им угождать а пост является деятельным упражнением в борьбе с требованием собственного желудка но мы должны в этом помнить что пост это не диета а духовное оружие христианина против страстей вот все об этом говорит Тиан Златоуст смысл поста не в том чтобы мы с выгодой не ели но в том чтобы приготовлен для тебя съел бедное место тебя для тебя это в войне благо ты сам постишь и другой не голодает что это значит это значит что деньги сэкономленные от поста мы должны употребить на милостыню на благотворительность на пожертвование на церковь на помощь нищим и убогим и вот это тогда будет иметь двойное значение мы не просто научимся воздерживаться от какого вида пищи не просто наш ум будет руководствовать нашим телом нашим желудком но еще сэкономные средства принесут благо и помощь окружающим будут развивать нашу милость и милостыню которым будем подавать людям замена мясо рыбой в пост святитель также объяснял ну что тогда рыба дешевле мяса и сэкономленные деньги христианин может отдать кто в них нуждается но сейчас к сожалению наоборот необходимо создавать что пост это жертва и это наша жертва Богу и приятна она может быть конечно же не нам а Господу как об этом и поет церковь первый день великого поста стихири на вечерней службе пост 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 приятным благодным Господу истый пост есть злобы отчуждения воздержание языка ярости отложения похоти отлучения обвинений лжи и клятва преступления психоскудения пост истинный есть и благоприятный вот здесь ясно говорится о сочетании поста душевного и телесного о воздержании телесном и душевном относительно же сути поста телесного устоя она златоустого все сказано четко и понятно перейди на более простую дешевую пищу и употреби средства высвободившись от такой перемены стола в помощь тем кто беднее несчастья тебя это и будет той благоугодный и приятный господу пост которому и призывает наша церковь такой пост может с Богой помощью нам дать силы победить эту страсть такую безобидную на вид но смертельно опасную по своей сути потому что очерево годе мы с вами говорили рождается и во многом связанная блудная страсть когда человек объедается черевогодничает в нем сильнее вот эти плотские похотливые устремления черевоугодие ведет к расслаблению и к разленению и много других страстей пристекает именно от черевоугодия но теперь перейдем и рассмотрим такую такой грех такую страсть как блудная страсть или похоть надо вам сказать что до грехопадения первые люди не испытывали сексуального влечения и потому не знали что такое стыд в книге бытия об этом сказано и были оба ноги адам и жена его и не стыдились бытие глава 2 стих 25 по толкованию святых отцов все духовные и физические силы первых людей находились в такой чудной гармонии и были так уравновешены что естественный вид телесной ноготы не пробуждал в них никакой нечистой мысли и грязного пожелания и только после грехопадения цитирую открылись глаза у обоих и узнали они что ноги и шили смокованные листья и сделали себе опоясание бытие глава 3 стих 7 таким образом мучительное ощущение ноготы стало победным знаком чувственности и греха внешнее око поражению учителя церкви Оригена открылось после того как закрылось око духовное и в результате этого после изгнания из рая Адам познал Еву жену свою и она зачала и родила Каина у читателей Библии может возникнуть недуменный вопрос как в раю могли отсутствовать половые отношения когда сразу после создания людей Господь сказал плодитесь и размножайте и населяйте землю согласно мнению святых отцов райское состояние продолжалось относительно недолго первые люди всегда поглощенные высшими духовными запросами не имели времени и желания отдать дань физической низшей стороне своей природы но действительно если человек поглощен высшими созерцаниями богообщением познанием таймира бытия но увлечение плоти оно уходит на задний план духовно всегда превалирует своеобразным доказателем чего являются святые которые и даже если имели жен то жили с ними как сестрами посмотрите стейп праде анкронштадтский мощи которой находятся рядом с вами всегда жил с женой как сестрой мы знаем что апостола Петра была жена сестра то есть просто он жил с ней как сестрой помощницей и никаких отношений здесь у них и не было и многие святые также шли по этому пути то есть когда дух превалирует в человеке когда он живет жизнью божественно духовной вот эта плотская сторона отношений она уходит далеко но это многие из вас могут даже по какому-то личному опыту знать когда мы сильно любим человека и тяготеем к нему то вот отношения плотские они уходят на второй план гораздо радостнее просто быть с человеком говорить общаться с ним вместе с ним делать какие-то добрые дела приводить с ним молитвы а вот это уже отношения плотского плана они уходят на второй план и чем более духовен человек тем на более задний план уходят эти отношения почему и сказано что по воскресенье мертвым уже не женится и замуж не выходит а пребывает как ангел в небесах то есть когда после страшного суда когда люди вновь их души соединятся с новыми телами будет новое тело новая душа и у человека тело будет обладать совершенно иными свойствами то в жизни будущего века не будет никаких плотских отношений никаких потому что все будут жить Богом Духом Светом и плоть уже не будет торжествовать над человеком если первому человеку Адаму и Еве не нужны были эти отношения потому что они привали в полноте счастья радости от Бога общения находясь в Боге то естественно у человека так сказать воскресший из мертвых и приобщившийся к Божьей благодати совершенно не будет нужды и тяги к этим отношениям потому что он будет находиться в совершенно лучшем светлом божественном и благодатном состоянии поэтому телесные отношения они являются результатом нашей падшей природы и во многом определяется тем что тело во многом еще владычествует нашей душой потеряв блаженство Бога общения человек захотел заполнить образовавшуюся пустоту различные роды суррогатами и удовольствие от брачных отношений стало играть в этом очень важную роль забыв глубинный и духовно-нравственный смысл союза мужчины и женщины человек начал стремиться именно к сексуальному усложнению так появилась похоть и сладострасти которые по-всякому раздувались человеке падшими духами ибо через принятие и исполнение бесовских помыслов грешник попадает в глубокую зависимость от падших духов демоны блуда даже получили свое название инкубы и суккубы то есть те которые исполняют или мужскую или женскую роль в этих плотских отношениях через помыслы через усложнение греховными чувствами и через прямой блуд бесы получили легкий доступ в душу и тело человека многие люди даже сами того не подозревая стали одержимы блудным демоном человек падший в одержимость не в состоянии сойти с порочного пути простой блуд уже не удовлетворяет грешников они стали впадать во все большее большее извращение то есть бес который живет в них он уже не удовлетворяется тем обычным что происходит между мужчиной и женщиной он требует извращений так появились гомосексуализм грубовой секс скотоложество эти грехи извращает саму сущность человеке и уподобляет его блудному демону не случайно прямое служение сатане всегда сопровождается оргиями сексуальными оргиями а вот служение богу всегда требует целомудрия чистоты и девства это совершенно два разных понятия в одном нечистота неимоверивший разряд и грязь а в другом целомудрия чистота и святость мы с вами знаем что христианский брак как правило должен быть один и измена в нем недопустима ибо она есть разрушение целого благословенного организма который называется семья с нарушения семейный узор человека снимается благословение господня и он попадает под власть сатаны при отсутствии покаяния власть нечистого духа над нераскаивающим грешником непременно усиливается и это выражается в том что нечистый дух может влиять на его жизнь воспалять круг жизни вызывать различные болезни несчастные случаи и воздействия и даже на психику человека страхование фобии депрессия уныние в различных формах различные случаи травмы совершенно неожиданные неожиданные совершенно появляющие болезни это все результат того что нечистый дух преобразовал власть к человеку человек отдался ему он отдался ему в блуде а если не покаялся не остановился не очистился а дальше продолжает в этом жизнь то нечистый дух имеет все больше и больше власть над его душой и телом и ничего здесь не сделаешь и ничего не поможешь пока человек не покается не отрекется и не начнет вести целомудрый образ жизни похоть и сладострасти живущие в человеке не контролируются не ограничены влюбленность в основе которой лежит сексуальное влечение объявляется любовью разрешающей все но нам сказать есть совершенно огромная совершеннейшая разница между любовью и влюбленностью влюбленность это есть увлечение каким-либо человеком и обязательно в нем присутствует некий эротический интерес к этому человеку стремление и влюбленности может быть несколько одновременно а любовь это глубокое внутреннее чувство и сказать оно долговременное оно как правило не может одно и не может быть несколько любви одновременно и оно как правило основано на готовности к самопожертвованию на жертвенном идеале оно как раз и не требует вот скорее всего как говорится плодского удовлетворения, удовольствия и тому подобное. По сути дела, гражданские браки, которые на сегодняшний день так называются, являются узаконным развратом, то есть блудным грехом, пробный брак, гражданские браки. Это просто блуд, облеченный в красивые слова. Люди без благословения и церковной, даже гражданского, находятся в незаконном сожительстве какое-то время. Затем, когда она дает партнер, они его меняют. Естественно, что при таком браке детей, как правило, не бывает. Доверия ко второй половине, как правило, нет. Для настоящей любви тоже. Те же низменные чувства похоти, сладострасти и разврата оправдываются и ставятся в углово угла человеческой жизни. Такое сожительство является блудным грехом, которое растрачивает духовные, душевные и физические силы человека, ведет к потере драгоценного времени, молодости, когда можно было создать настоящую крепкую семью. Теперь рассмотрим такую грех, такую страсть, как сребролюбие. Сребролюбие занимает в общем ряду страстей особое положение. С одной стороны, относится к плотским страстям, поскольку действуют в человеке телесным образом, а с другой стороны, в нашем телесной природе нет никакого богоданного свойства и извращенным выражением, которое можно было бы считать серебролюбие. Сребролюбие определяется в православной аскетике, как страсть душевно-телесная, поскольку возникает она в человеке по причине плотских, так и душевных грехов. По слову преподобного Максима Исповедника, есть три причины любви к богатству. Первое – сластолюбие, второе – тщеславие, и третье – неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться, тщеславный – чтобы прославиться, а неверующий – чтобы скрыть его и хранить его, боясь голода, старости, болезни и надеясь на него больше, чем на Бога и на промыслителя всякой твари. Эти слова преподобный Максим Исповедник сказал полтавры тысячи лет назад. Но если посмотреть на нашу повседневную жизнь, то окажется, что с этих времен ситуация нисколько не изменилась. Люди по-прежнему стремятся к богатству лишь по трем причинам, имя которым – наслаждение, тщеславие и неверие. При помощи больших денег сластолюбивый человек может сделать жизнь «непрерывным праздником» для своей плоти во всех ее проявлениях. Совершенно не задумываясь о том, что плоть обречена на смерть, тление, еще в самом моменте своего зачатия. При этом человек может еще и радиться тому, что никого из знакомых нет такой роскоши и богатств. Это же тщеславие. Еще один корень серебролюбия можно увидеть на печальном примере тех богатых людей, которые, внезапно лишившись всего состояния, кончают жизнь самоубийством. Они потеряли смысл жизни, потеряли то, на что так надеялись, на что так уповали. По словам преподобного Максима, «Боясь голода или старости, или болезни, или изгнания, и более надеяться на богатство, нежели на Бога, создателей, промыслителей, всякой твари». Именно неверие в Бога и вечную жизнь побуждают человека собирать богатство. А между прочим, наше здоровье совершенно не зависит от количества нашего богатства. Наше счастье, это душевное состояние, не зависит от нашего богатства. Но и самое главное, наша вечная жизнь не зависит от нашего богатства. Голый в этот мир пришел, голый в этот мир уйдешь. Ничего с собой вещественного не возьмешь. А возьмешь только то, что собрал в душе. Или страсти, в которых будешь гореть и мучиться. Или добродетели, которые будут давать тебе радость, мир и покой. Страсти и серебролюбие подверг не только богатые люди. Даже последний нищий может быть серебролюбивым, если мечтает о деньгах, о богатстве и свое сердце приложил к этому. Как пишет преподобный Исаак Сирин, не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательность. Оно есть приобретение, чего бы то ни было такого, чему привязана воля. Ну, с точки зрения православной аскетики, любая привязанность к материальным вещам от автомобиля до марок в равной степени относится к страсти и серебролюбию. Если человек к ним привязан, если для него это очень значимо, является неотрывной частью его жизни, то это уже вариант серебролюбия. Иоанн Златоуст говорит о том, что богатство в жизни человека должно занимать вполне определенное подчиненное место. Следует, чтобы мы распоряжались им, а не оно нами. Мы, по словам святого, поставны лишь распорядителями того, что принадлежит богу, и призваны достойно управлять веренным нам богатством. Действительно, если мы имеем в этом мире только то, что дал нам Бог, а все по воле Божией, по его промышленности происходит, и мы ничего не можем унести с собой на тот свет, то не являемся ли мы временными распорядителями богатства? Или лучше, используя это богатство, воспитывать все добродетели, помогать ближним, исполнять волю Божью? Но когда этого всего не происходит, и человек думает только об одном, о стяжании, о собирании, эта мысль захватывает его, и он начинает жить только ее. Но мы знаем характерные, гротесные примеры из литературы, например, Габсека, или другие, когда человек умирал от голода, а у него весь матрас был набит деньгами, но он не ел, он жалел тратить. Так сказать, совершеннейшее полное безумие, когда страсть полностью захватила человека. Ну и в народных сознаниях, в сказках это выразилось, допустим, в изображении Кощея Бессмертного, да? Здесь царь Кощей над златом чахнет, да? Много злата, а он уже высох, да? Но он чахнет, ну и умереть не может, да? Вот. Поэтому борьба с серебролюбием присутствует в жизни почти каждого человека. Ну, все мы бываем в тот или иной период жизни жадные, нам всегда кажется, что мы без денег пропадем, на Богу у нас малоупования, и, так сказать, больше упования вот на эти бумажки происходит. Конечно, эта страсть требует борьбы и преодоления. Она происходит при укреплении в себе добродетели милосердия, веры и надежды на Бога. Ну, теперь посмотрим страсть гнева. Страсть гнева это одна из самых разрушительных страстей, уничтожающих как самого человека, так и окружающих его. Семейные ссоры, порой дойдящее до развода, сокрушительные разносы начальства с криком и руганью, взаимные обиды, драки, телесные повреждения, убийства. Все это беду обрушит на людей страсть гнева, от которой не в силах просто противостоять. Еще апостол Павел предостерегал, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем, не давайте место дьяволу. То есть человек, когда он гневается, он дает себе место дьяволу. Гнев был дан человеку изначально, как энергия, сила, направленная против зла. Вот если человек гневается на зло, на то, что мешает его спасение, на бесов, на свои страсти, вот тогда он проявляет правильный гнев. И вот эта энергия гнева направлена на борьбу с другими страстями, она полезна человеку. Но это происходит крайне редко. Очень часто мы видим, что гневается на других людей, на препятствия, которые возникают. Вот часто мы что-то делаем, и перед нами возникает препятствие, или что-то не получается. Тот же человек начинает чертыхаться, материться, брониться, злиться, плеваться, уже не зная что делать, и тогда начинает ломать мебель, крушить все, что пойдется под руку, потому что идет не так, как он хочет, не так, как он задумал. И вот эта страсть гнева, она бывает и безудержной, то есть ничто не может человека остановить. Войдя в раж, он уже совершает такие поступки, которые, придя в себя, он просто не верит, что он мог это совершить. Например, ударить своего любимого человека, избить ребенка, вплоть до убийства. Гневающиеся прежде будущей гиены уже здесь терпят наказание, так как всю ночь и во весь день носят в помыслах души своей непрестанное смятение и нестихающую бурю, говорит Иоанн Златоуст. Вместе с тем страсть гнева, как мы говорили, паразитирует этой естественной силе души, которая направлена на борьбу против зла. Ты гневлив, будь таков по отношению к своим грехам, бечуй свою душу, бечуй свою совесть, будь строгим и грозным судьей и карателем собственных грехов. Вот польза от гнева. Для этого Бог и вложил в ее нас, говорит святой Иоанн Златоуст. После грехопадения все свойства человека пришли в рост ройство. Гнев в человеке из доброго строжого пса превратился в злобного зверя с непредсказуемым поведением. Не желая употребить свой гнев против греха, человек обрушит его на близких. Как пишет святитель Немезий Эмесский, гнев ей желание взаимном мщения. Так будущее оскорбляемы или думая, что нас оскорбляют, мы раздражаемся. И тогда происходит состояние смешанное из пожелания гнева. Видов гнева три. Каких? Спыльчивость, злоба и ненависть. Гнев, имеющий начало и сопровождающий движением, называется спыльчивостью. Ну, знаете, человеку слово не скажи, он как вспыхивает вдруг сразу же, начинает кричать, ругаться, злиться, чуть что не пойму. Злоба это застарелый гнев, он передается в памяти, а ненависть есть гнев, ожидающий удобного случая для мщения. Гнев есть слуга разума, так всякий раз, когда последний сочтет что-то случившееся достойным негодования, тотчас наступает гнев. С гневом непосредственно связано и злопамятство, ибо желание мщения, если стремляется наружу, есть гнев, а если внутри и строит зло, это злопамятство. Конечно, очень трудно бороться с гневом и удерживать его внутри себя, но потакание этой страсти крайне опасно, ибо эта страсть лишает человека разума и подчиняет его волю. Вот психологии, некоторые психологи светские советуют не подавлять глев, а выплескать эмоцию наружу для разрядки. Но такой совет противоречит всем правилам аскетики. Чем чаще мы повторяем страсть, тем сильнее она в нас становится. Это закон духовной жизни. Под лучшим средством христианина в минуту раздражения или при вспышке гнева это чтение Иисусу и молитвы про себя. Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного. Молитва не просто помогает успокоиться, как например счет до 10, но дает и благодать Божию, пожигающую страсть. Барабаз гнева просто необходима и происходит она через развитие таких добродетелей, как смирение и послушание, кротость и воздержание. И здесь во многих случаях необходимо смирение и воздержание. Великое оружие для монаха воздержание, ибо оно является ведением во всякую добродетель. По святоотеческому определению воздержанность есть расположение души, никогда не приступающая здравого рассудка. Воздержан же бывает тот, кто сдерживает стремления, противные здравому разуму и владеет собой настолько, что желает только праведного и честного. теперь давайте рассмотрим такие страсти, как печаль и уныние. Ну, надо сказать, что эта печаль и уныние тесно связаны со страстью гнева. Печаль есть уныние души и происходит от гневных мыслей, утверждает преподобный Нил. Уныние охватывает все силы души, вдруг задним духом приводят в движение почти все страсти, почему оно тяжелее всех страстей, говорит Максим Исповедник. Печаль мирская производит смерть, утверждает апостол Павел. Уныние это состояние внешне каваще близким печалям, но которое вместе с тем имеет весьма яркие и своеобразные черты. Так, если печаль все же имеет свою цель и недостижимом удовольствии на что-то надеется, что-то желает, чему-то стремиться, то уныние есть состояние уже крайней пассивности, безысходности и внутренней замканности. Так же и печаль она рождается из внутреннего эгоистического настроя личности. Но если печаль заставляет надеяться исключительно собственной силы, то уныние отнимает вообще всякую надежду, является ничем иным, как скрытым желанием вообще не жить. Уныние охватывает всю душу, парализует все ее силы. В результате этого душа вообще перестает контролировать собственную внутреннюю жизнь. Вот поэтому уныние считается смертным грехом, потому что при нем человек теряет всякую надежду на Бога. Производится она прежде всего воздействием сил бесовским. Поэтому уличить уныние нужно прежде всего обращение к Богу, то есть молитвой. По совету святого Игнатия Бричанинова христианину помогает бороться с печалью инынием следующие молитвы. Первое. Слава Богу за все. Второе. Господи, предаюсь Твоей святой воле, будешь со мной воля Твоя. Третье. Господи, благодарю Тебя за все, все Тебе благоугодно послать на меня. И четвертое. достойное по делам моим приемлю. Помимио, Господи, во царстве Твоем. Для борьбы с унынием также необходимо оплакать свои грехи, размышлять о смерти, истинное послушание, рукоделие, псалмопение, прележная молитва со страхом Божьим. Но единственная действенная помощь при унынии это помощь Божия. Поэтому обязательно при унынии мы должны прийти на исповедь, сказать об этом грехе, причаститься к святых христовых тайн, если есть возможность собороваться. И тогда Божья благодать придет, разметит эту страсть, разносит ее в разные стороны, и у человека будет мир и спокойствие на сердце и вера и упование на Бога, при котором, конечно же, месту ныне быть не может. Но давайте посмотрим последние греховную страсть тщеславие. Тщеславие есть бесконечное желание человеческих похвал, утверждает преподобный Иоанн Лествичник. Ну, все мы в той или иной степени поражены тщеславием, но всем нам приятно, когда нас хвалят. А другие люди уже просто не могут жить без того, чтобы их не хвалили, да? Ну, хоть за что-нибудь. Чтобы видели, что мы лучше других, в чем-нибудь, да? Что у нас какие-то есть добродетели, что мы успешны, и настолько оно иногда охватывает человека, что человек вообще начинает работать на публику. Это называется артистическое поведение. Вот подобное поведение ведет к человеку к угождению. Ну, чтобы люди нас хвалили, надо им угождать. Мы угождаем, они нас хвалят. И как следствие ведет к богоборчеству. Поэтому вполне закономерно, что не отвернувшись тщеславия не войдет в небесный чертог. Вот Иоанн Лесвичник называл тщеславие неисходным уединением, пиявкой паутиного тщеславия самой страшной страстью, которая уходит последней. Она особо коварная страсть. ее можно порождать как человеческие пороки, так и у нас чаще добродетели. Например, я тщеславлюсь, потому что я такой умный. А я тщеславлюсь, потому что я плевать на всех хотел, что они умнее меня. Я тщеславлюсь, что я такой богатый. А я тщеславлюсь, потому что у меня ничего нет и плевать я хотел на богатство всех богачей. Казалось бы, ну, предположенная страсть, а все равно они ее порождают. По словам святителя Григория Богослова, тщеславие и стремление к суетной славе. Это очевидно. То же само слово тщеславие буквально переводится как тщетная пустая слава. А почему стремление получить похвалу от других людей тщетно? Потому что, дорогие мои, нам на самом деле и хвалиться-то нечем. Все, что хорошее в нам есть, дал Бог. А все, что есть в нас плохого, в нас. Все, что хорошее мы не делаем, всегда делаем с помощью Божьей. А если с помощью Божьей, так его надо хвалить за это, а не себя превозносить. А когда мы себе присваиваем Божьи заслуги, Божью помощь, таланты, которые нам дали, значит, вот тогда мы опять отпадаем от Бога и начинаем себя выставлять на место Бога, себе поклоняться, с собой радоваться и требуем, чтобы другие также, так сказать, нами восторгались. Ну, честно связано с тщеславием, конечно, и страсть гордости. Это вообще одна из самых страшных страстей, о которых говорят, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. гордость есть отрицание Бога, изобретение демонов, уничтожение людей, мать осуждения, источник гнева, корень лицемерия. Гордый подобен дьяволу, восставшему против Бога, утверждает святой Федор Студит. Страсть гордыни состоит из двух неведений или несознаний, кое шедше воедино произойдет одно слиянное мудрование годорственное. Ибо один тот горд, кто не признает ни Божьей помощи, ни человеческой помощи. Таким образом, гордость есть божественного и человеческого знания лишения, пишет святой Максим Исповедник. Ну, гордость тщеславия между собой похожа, но есть одно большое различие. Если тщеславию обязательно нужен зритель, чтобы видел его, так сказать, ум, красоту, способности, и восторгался им, то гордому человеку уже никто не нужен. Он самодостаточен. Он может находиться в себе, он может восхищаться сам собою, ему никто уже никогда не нужен. Он уже погружается в самого себя и смотрит на других сверху и надменно. Причем состояние духовной гордости может быть иногда похоже и на состояние великого смирения. Вот как описывает святой Игнатий Бричинин в своем патрике, что однажды я приехал в один монастырь и видел брата, которого окружили другие монахи, говорили ему нелепридцатные вещи, оскорбляли его, некоторые даже толкали его, он стоял совершенно спокойно, с мирным выражением лица, ничего не говорил, только кивал голову, говорил, простите меня, и я поразился величию его смирения, и потом я к нему подошел, когда все ушли, и спросил его, почему он им ничего не отвечал, как он мог претерпеть такие оскорбления, он мне сказал, стану я говорить с этими псами, и я поразился великой гордости, которая в нем жила, да, понятно, ну что с ним говорить, это же пёс, вот и так может быть, да, поэтому дорогие мои, конечно, гордость это очень страшный грех, гордость это та страсть, за которую пал некогда великий ангел Деница, и через которую, как говорится, люди просто гибнут и погибают, поэтому нам очень надо к этому внимательно также относиться, помня слова Господа, но вместе с тем мы должны помнить, вот в нашем современном жаргоне, в нашем современном общественном мысли часто бытует такие слова гордость за страну, гордость за отечество, одновременно гордый сокол, гордый буревестник, и вроде бы людям внушается, что гордость это в общем-то и хорошая вещь, и она полезна, если только правильно гордиться, но здесь мы подходим к такому смешению термологических составляющих, неправильному пониманию термина. Вот гордость в эскетическом понимании это всегда наивысшая страсть гибельна для человека, который подавляет его сатане, которая делает его самодостаточным, которая делает из него богоборца, которая удаляет его от других людей и оставляет его презирать. а гордиться своей страной это непонимание гордости в эскетическом плане, это значит любить свою страну, уважать ее людей, желать ей добра, хотеть, чтобы она была великой и сильной, это совершенно иное состояние, которое не совпадает с тем эскетическим пониманием, которым вкладывается вообще в понимание гордости. Ну и хочется также напоследок сказать, что все остальные страсти, которые существуют, они являются производными вот из этих восьми основных страстей, о которых мы с вами и говорили. И еще один момент, каждый человек обязательно должен бороться с страстями, которые живут в нем, но бороться поэтапно. В первую очередь человек выбирает самую сильную страсть, которая живет в нем и борет его, например, чревоугодие или, допустим, тщеславие, и уже в какой-то мере победив эту страсть и одновременно борясь с другими, он в дальнейшем делает самый сильный упор на другую страсть, которая в нем находится, например, осуждение, и с этим борется. И так постепенно он умаляет все свои страсти и выходит на уровень бесстрастия. Что такое бесстрастие? Прошу вас не путать бесстрастие с бесчувственностью и с эмоциональностью. Это совершенно разные вещи. Бесстрастность это значит неподвластность греху, дурным привычкам и неуправляемость нами со стороны демонического мира. А вот бесчувственность это безэмоциональность это то, к чему призывают восточные религии и йоги. Она совершенно чужда православия. Наоборот, чувство любви, живость, энергия, тимос, они в православном человеке всегда и в православном святом очень сильны и выражены. Вспомните преподобного Серафима Саровского, который каждого приходящего к нему встречал с вами радость моя, да? А как в себе развить бесстрастие? Как лучше все бороться с страстями? А лучше все бороться с страстями, воспитывая в себе предположенные добродетели. Если я, например, гневлив, то я должен развивать в себе смирение. И через развитие и развитием в себе смирения я побеждаю и уменьшаю в себе гневливость. Если я серебролюбив, то я должен всячески стараться развить милосердие, уметь раздавать, жертвовать, отдавать. И развивая все милосердие, я побеждаю свое серебролюбие. Если я горделив и тщеславен, то опять же я в себе развиваю смирение, кротость и незлобивость. И развивая их, я как раз побеждаю и эти страшные страсти. То есть именно развитием предположенных добродетелей в первую очередь и побеждаются те страсти, которые живут в нас с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!